МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это очень серьёзная нагрузка для населения нашего региона, и поэтому возместить такой ущерб как гражданинам, так и нам, как сотрудникам правоохранительных органов, затруднительно в данной ситуации, потому, как правило, что денежные средства вводились в течение одного-двух дней, и граждане сообщали нам о данных происшествиях спустя значительное время. Нужно помнить, жертвами мошенников становятся люди всех возрастов, от взрослых до детей. Это преступление опасно прежде всего тем, что может повлечь в большую причинение очень крупного ущерба. И основная проблема киберпреступности на данный момент, это даже несмотря на то, что у нас растёт рост раскрываемости данных преступлений, рост возмещения ущерба по данной категории преступлений обеспечить надлежащим образом не представляется возможным. Ввиду того, что хищение денежных средств происходит дистанционно, эти денежные средства моментально выводятся за пределы Российской Федерации в большинстве случаев, что видно, либо выводятся в массу цифровой валюты, где невозможно идентифицировать эти средства и привязать конкретному человеку, потерпевшему даже в случае установления лица, совершившего хищение данных денежных средств. Мошенники придумывают всё новые уловки, в том числе и под предлогом продаж в сети интернет. Основной способ остаётся звонки от имени сотрудников банков либо сотрудников правоохранительных органов. Это наиболее опасная, на мой взгляд, категория преступлений в связи с тем, что в ходе таких звонков человек сообщает все свои конфиденциальные данные, которые впоследствии используются мошенникам не как непосредственно на момент совершения. Также отголоски данного преступления потом выявляются, когда мы узнаем о том, что помимо того, что человек изначально перевёл денежные средства под влиянием злоумышленников, также потом устанавливаем, что по этим же данным человек оформляют микрокредиты, займы, которых нам становится известно уже впоследствии. На то, чтобы забрать у вас деньги, преступникам нужно не более 15 минут. Получить обратно свои сбережения проблематично. А потому будьте бдительны. Заподозрили, что вам звонит мошенник, прекращайте разговор. Для борьбы с мошенниками мы никогда не привлекаем граждан по телефону, потому что, несмотря на то, что я к вам обращаюсь именно с данной просьбой помочь нам остановить данный вид преступности, но, тем не менее, никогда это не происходит дистанционно. Люди, которые к нам приходят, которые стали чертой мошенника, они говорят о том, что им позвонили сотрудники правоохранительных органов и, запугав, либо убедив их, надавив на их сознательность, убедили их участвовать в той или иной специальной операции, которая связана с поимкой мошенников, в том числе с кредитно-финансовой сфере, среди сотрудников правоохранительных органов. На самом деле, такой случай исключен. Этого никогда не происходит. В следующем выпуске патрульной службы мы продолжим разговор о способах противодействия мошенникам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...